Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала Мама и Я! Сегодня я вам хочу показать тетрадь рабочую, которую я купила для своего сына в возрасте 4 года. Хотя тетрадь предназначена для детей от 5 до 6 лет, но мы будем уже пробовать ее решать. Тетрадь мне понравилась, поэтому решила заснять видео и показать вам, возможно, кому-то из родителей. Будет полезным увидеть этот видеоматериал, и они тоже решат взять себе такую тетрадь для занятий дома. Я не жду, что мы пойдем на подготовку, мы уже дома сами начинаем заниматься потихонечку. Читаем, решаем, и вот как выглядит эта тетрадь. Первая страничка. Здесь, значит, ребенок должен их закрасить. Цветным карандашом. А здесь, получается, сосчитай все предметы на картинке. Ответы запиши внизу. Вот, получается, ребенок должен искать количество конфет, ложек, кубиков, машинок на этом рисунке. И записывать правильные ответы по количеству. Красочная тетрадка. Во-первых, мне нравится качество этой тетради. Бумага такая плотная и красочная. Все рисунки такие очень даже интересные. Ребенку не скучно выполнять, и она такая сразу не отталкивает, а наоборот, у ребенка появляется интерес. А что же дальше в каждой страничке? Что его дальше ждет? Здесь нужно найти, раскрасить только те кабинки, где сумма чисел равна пяти. А в этом задании нужно подвести... Вот тут червячочки такие висят разными циферками. И вот их нужно подводить к рыбкам. Какая рыбка будет кушать какого червячка? Интересное задание. Идем в следующее. На следующей страничке, а здесь, получается, нужно решать примеры. И в клеточке вписывать правильные ответы. Поезда, а здесь кораблики. А здесь, получается, тоже нужно решать примеры. Они несложные. Здесь все примеры в счет до десяти. И в парусах вписывать правильные ответы. Вот так выглядит страничка. Нравится мне здесь и качество бумаги. Смотрите. Здесь тоже ребенку нужно выполнять вычисления. Но удобно тем, что не все дети в этом возрасте еще понимают написанные цифры. И им нагляднее видеть, когда вот по количеству. Количество кружков отнимается. Здесь два кружка. И здесь ребенок должен нарисовать количество кружков, которое останется. И вот следующее. Ну, вот они все по такому принципу. Реши примеры и нарисуй ответы. На этой страничке здесь задание сложнее. Здесь, получается, вот каждая ягодка имеет свою цифру. И подразумевается. Вот, например, клубника плюс груша. Клубника имеет цифру 2. Значит, это уже будет 2 складывать с грушей. Груша 6. Значит, это 2 плюс 6. И ребенок должен сообразить. Это более сложное задание, но тоже интересное. Будем пробовать решать, какая красочная страничка. Тоже реши примеры. А на этой стороне напиши ответы в клеточках. Интересно тем, что здесь они сами циферки, а здесь количество, например, котят было 5. Пришли еще. Прибавляются еще 4 котенка. И здесь он уже ответ должен написать циферками. Во-первых, все задания сделаны таким крупным шрифтом. Детям в этом возрасте очень хорошо работать с такой тетрадью. Мелкий шрифт они не любят. Черно-белые тоже не нравятся. Нравится вот такое красочное. Вот, чтобы открыли тетрадку и сразу... Вау! Да, хочу! Мне это интересно! Так, следующая страничка. Здесь получается... Помоги улитке решить примеры. Соедини каждый пример с правильным ответом. Ага, видите? Вот здесь получаются ответы. А здесь примеры. И нужно каждый пример подвести к правильному ответу. Тоже должен уже уметь вычислять. Все задания на плюс и минус в пределах 10. В первом классе они проходят, по-моему, до 20. Вот. А до первого класса, если ребенок уже самостоятельно умеет считать до 10, то ему будет очень легко пройти, я думаю, первый класс и двигаться дальше. Поэтому до школы лучше развивать дома самим. Если есть, конечно, время, желание и у ребенка, и у родителей на это. Здесь получается вот ромашка. Допиши на лепестках после значка плюс нужные цифры, чтобы сумма на каждом лепестке была равна числу в середине цветка. Такое задание. Идем дальше. Здесь получается... Вот. Нужен математический пример. Найти ему графический рисунок. Вот, например, они здесь в примере показывают. 4 плюс 1 равно 5. Значит, 4 зеленых треугольника – это 4. И добавляется еще красненький – это плюс 1. И в общей сложности получается 5. Такое задание. А здесь и числовые домики. Хочу сказать, если ребенок понимает принцип этих числовых домиков, ему вычисления даются намного легче. Когда он знает, что двойку можно получить как 1 плюс 1, 2 плюс 0. Ну и здесь еще не хватает как 0 плюс 2. Тоже будет 2. И вот до 10. Если ребенок с этим справляется быстро, то, я думаю, и арифметические действия в пределах 10 будет выполнять тоже, не затрудняясь. Такая страничка. Здесь нужно… Вот идут цвета. Первый – это оранжевый, второй – белый, третий – синий. И ребенок раскрашивает картинку в соответствии с данными цветами. Плюс еще арифметика присутствует. То есть он должен уметь прибавлять и полученный ответ сопоставлять с цветом и закрашивать картинку. И полезно, и интересно. И вот так выглядит последняя страничка. Здесь тоже несложные примеры. Летит самолетик. Здесь нужно решить пример. И вот кусочек. Соединить с нужным кусочком. 1 плюс 3, и ребенок должен искать, где же кусочек. Ага, вот 4. Это значит кусочек от этой ленточки. И напоследок здесь закрасить цветными карандашами. Вот такая вот тетрадка. Кому будет интересно, если понравилась такая рабочая тетрадь, приобретайтесь, занимайтесь. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, делитесь со своими друзьями в социальных сетях. Пишите комментарии. Мне будет интересно почитать. Спасибо за вашу поддержку. Если понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. Тоже пойму. На этом всем большое спасибо. До свидания.